доброе утро день у нас сегодня солнечный здорово так хочу показать вам что у нас сегодня происходит вообще стараюсь как бы чтобы вся информация которую я выгружаю как бы она была чем-то полезна чтобы какой-то несла вот как бы для вас нужную информацию чтобы где-то может что-то пригодилось сегодня несколько моментов хочу тоже отметить которых мы как бы в процессе каких-то там работ сами узнавали вот хочу с вами поделиться у нас вот здесь вот же низ когда сада нашего мы несколько раз уже он там был у меня в видео у нас иногда поджигают вот этот камыш и очень горит сильно это все и погибает многие вот здесь растения у меня здесь когда-то был инжир сгорел как бы потом у нас обгорела грушка немножко и очень сильно обгорела у нас черешня вот она очень сильно обгорела прям верхняя часть но мы как-то не поспешили ее как бы спилить хотя она прям стояла обуглившаяся мы убрали только то что как бы действительно ну уже видно было что оно совершенно не живое сухое и оставили вот живой ствол несколько веточек которые не пострадали вот это уже третий год после пожара она как-то восстановилась смотрите цветет уже два года она эти плода носит вот она опять цветет да видно не знаю как с какой стороны лучше вот да замечательно цветет очень вкусно это черешенка вот смотрите муж обработал здесь все зачистил конечно еще нужно обрабатывать здесь вот караид поселился нужно будет еще обработать в общем не не спешите если бывают вот такие какие-то случаи гибель от таких возгораний и деревья могут еще и восстановиться после этого так она уже сейчас у нас видите цветет опять если будет погода теплая пчелка пока нет сегодня был один градус тепла вот сегодня 27 апреля и вот был всего один градус тепла утром мы будем надеяться что опылится вот уже летает пчелка вижу слава богу вишня тоже начинает цвести вот и знаете очень живучие растения тут видите тоже опилили вверх ей чтобы она высоко как бы не росла потому что там мы не можем собирать ничего начинает уже расцветать лыча заканчивать цвести и сейчас знаете вот эта вишня по моему или это или вот еще одна у нас здесь кстати сажайте пожалуйста вишни культурные которые как бы не пускают поросль потому что конечно очень здорово когда под деревом все чистенько видите нет никакого такого молодняка но вот здесь вот чуть-чуть есть но в основном ничего такого нет просто один год нам дали вишенку мы посадили и вот это место все где сейчас клубника вот я ее кстати замульчировала уже вот это все место было я вчера удаляла здесь в молодых порослях корни пускали все время поросли и это вообще было просто невыносимо во все стороны шли корни и столько труда это знаете все время их вырывать убирать или подкапывать еще два слова хочу сказать о клубнике вот клубнику мы купили наверно года три назад вот эта клубника ну честно я не знаю как она называется но она размножается в основном делением своего кустика то есть она усу впускает фактически не опускает вот я не знаю я за три года я не видела тут усиков она как-то кустиком размножается тоже очень удобно вот сейчас она начала тут тоже давать соседний кустик я осенью отсажу я купила три кустика и отсадила уже в прошлом году 8 да вот она делением куста и только к осени эти кусты как бы уже сформируются хорошо и можно отсаживать зиму я здесь несла прям чисто куриный помет подкормила без как бы там настоя без всего чисто положила под кустики вот они как-то вышли неплохо сильные такие чеснок который я помните рассаживала из кустиков которые сами выросли вот он принялся хорошо сейчас вот пропал дождь только был вчера и вот эта картошечка помните что я говорила из зачисток я посадила все-таки я обнаружила четыре кустика я сажала вот еще один взошел кстати смотрите вишня тоже наметила эту руночку чтобы знать где посадила вишенка вот я по моему думаю она тоже укореняется так что если кому нужна будет вишня тоже обращайтесь а вот эту по моему я воткнула наоборот видите даже другой стороной ствола она вот зелененькая стоит ой как все удивительно да вот это одна луночка только ничего нет вот две лунки уже хорошо как бы проклюнулась вот 3 начинает прорастать и тоже смотрите веточка цветет тоже наметила она цветет и остался только вот один одна лунка в которой пока ничего не проклюнулась это еще конечно пол дела что они взошли бы посмотрим как они дадут ли они урожай ну скорее всего должны что-то дать потому что ну я так понимаю картофель берет первую силу из клубня на росток сам а уже росток потом этот начинает в земле брать питание будем надеяться что-то вырастет еще знаете я купила год назад значит саженцы в магните в нашем гиппере магните гипермаркете да хочу вам показать что они вот как бы да действительно они растут всходят надо только конечно все лето наберем их поливать вот это вот вегела она в прошлом году замечательно подросла видите такая вот это у нас она так здесь я посадила вот такую оранжевую розочку но она оказалась такая знаете какая-то очень слабенькая такая но еле-еле все лето я здесь и подкармливала и поливала но слава богу видите принялась вот эта роза плетистая да тоже но она как-то быстро хорошо пошла начала расти все замечательно но оказалось немножко она по-другому выглядит на самом деле она когда зацветет я вам потом продемонстрирую конечно не очень соответствует вот это фото потому что здесь у нас получилось так это вот какая-то еще роза флорибунда флорибунда это наверное низкорослые розы такие европе она так должна выглядеть но в том году очень тоже была слабенькая такая совсем стояла несчастная несчастная ну посмотрим и вот эту розочку посадила видите вот такую розу в этом году видите повеселела тоже с трудом принималась может потому что я ее высадила и было жарко уже так что имейте ввиду что эти саженцы все-таки жизнеспособны единственное нужно будет потом посмотреть совпадает ли картинка потому что у нас вырастет вот эту розу эту розу я тоже покупала в магните ну лет пять или может быть и вот смотрите она как замечательно выросла тоже очень красивая цветет я покажу потом такими бордово-красными крупными очень цветами смотрите вот я розы на зиму перестала обрезать года два-три назад я перестала их обрезать под самый вот низ так как вы знаете рекомендует обрезать еще подсыпать землей в общем я уже третий год этого не делаю ну во первых почему-то всегда очень уже холодно и сыра невозможно сюда зайти когда их нужно обрезать один год я просто упустила этот момент они стали расти нормально очень высокие потом летом крепкие такие видите зима у нас правда не холодный краснодарском крае не сказать чтобы прям сильные морозы я перестала свои розочки обрезать и как-то мне даже на рынке советовал один мужчина который торгует розами он сказал что розы обрезать не нужно очень коротко вот так я их оставляю в зиму такой высоты ну и сейчас что-то сухое я потом обрежу видите да что то сухое мы обрежем ну вот они вот такой высоты уже почти в рост мой все розочки потом посмотрим как цветут вот это заболело вот это наверное надо убрать вот в этих хотя нет это я обрезала то я обрезала здесь наверное неправильно я обрезаю как то так наугад еще немножко надо этим тоже позаниматься вот так розочки у нас поднялись уже и начинают листики выпускать еще хочу несколько слов сказать об таких парничках знаете ну не очень удобно это дело как бы вынуждены были закрыть капусту вот эти дни по ночам холодно и очень сильный ветер был несколько листиков там поломал он и так далее мы вынуждены были закрыть такой парничок у меня уже несколько лет наверно года четыре это сама ну скажу вам не очень удобно им пользоваться хотя вот здесь есть такие штучки которые нужно подвинуть вверх поднять потом вот так вот поднять зафиксировать зафиксировать и поливать ну честно не очень это удобное дело поэтому если вы какие-то парнички ставите делайте может быть типа ракушки чтобы какой-то край очень легко поднимался сейчас в интернете много такой информации вот они тут лучше себя чувствует чем просто на ветру вот поливать очень удобно ухаживать за ними поэтому пытайтесь как-то может быть все это делать чтобы было удобно ухаживать за ними иргачка расцвела поздно все уже будем ждать урожай птички поют у нас тут воробушек сидит поют птички кстати воробушки на здорово выручают у нас почти нет комариков возле дома они у нас там живут под кровлей нашей очень здорово нас выручают и мух у нас не очень много как-то он борется тут с насекомыми это не у нас тут живут под крышей под водосточными трубами вот он тут распевает воробушек хочу вам еще что показать сейчас вот это наши пернатые друзья каждый год они меняют гнезда представляете вот это они выбрасывают старые значит веточки из гнезд своих чистят там все это вот каждый год они вот здесь вот под водосточной трубой вот смотрите сейчас я вам покажу вот пожалуйста они там видите ли проживали пожалуйста они там видите ли проживают меня это не себе гнездо такие вот воробушки у нас представьте сколько это туда нужно было затащить травы что они сейчас там вот это затащили и будут делать до всем доброго дня на этом пока все на сегодня пусть у вас все сегодня удачно складывается до свидания